И тогда давайте начинать. Меня зовут Бовина Инна Борисовна, и я профессор факультета юридической психологии. По своей специальности я социальный психолог, занимаюсь проблемами социальной психологии, и среди прочих это психология здоровья. И, соответственно, сегодня наше мероприятие посвящено обсуждению проблем психологии здоровья, а именно тех аспектов психологии здоровья, которые связаны с разработкой профилактических и превентивных программ. Потому что, к сожалению, есть такая идея, что вообще профилактические и превентивные программы – это очень легко. Люди, например, курят, потому что они просто не знают о вреде курения. Надо им лекцию прочитать, и, значит, всё будет хорошо. Ну, позвольте вам напомнить, что курильщики, в сравнении с теми, кто не курит, в степени информированы о вреде этого действия. Они знают, что входит, соответственно, в сигареты, какие там вредные вещества, и знания не ведут их к изменению поведения. Ну, коль скоро я уже сказала, что я тружусь на факультете юридической психологии, можно точно так же сказать, что люди, которые находятся в колониях, они очень хорошо знают уголовный кодекс, но это никак не связано с их поведением. Поэтому вот эта вот логика, что людям нужно больше знаний, и всё будет хорошо, она проблематична, она дискуссионна, потому что человек, наверное, не так просто устроен. И вот эта вот магическая трансформация знания в действие, она, в общем, очень сложная. И тут, в общем, я бы хотела как раз пообсуждать вопросы, связанные с тем, окей, а что психология может по этому поводу? Чем она может помочь? Как она может какие-то дать средства, какие-то идеи относительно того, а как же нам воспользоваться психологическим знанием и быть эффективными с точки зрения разработки и проведения превентивных компаний. И ещё один тезис, который касается психологии здоровья, который касается примитивных программ, вот это, наверное, есть в опыте, вы, наверное, это сами наблюдаете. Когда вы выходите на улицу и видите вот эту большую наружную рекламу, какие-то там, значит, слоганы и так далее, конечно, психология и здоровье, области, которые связаны со здоровьем, в общем, момент, который используется, это запугивание. Это людей запугивают, говоря о том, если то. И всё, и других вариантов нету, каких-то, а ведь можно же, наверное, не запугивать, а может договориться, а может как-то по-другому сказать и так далее. В общем, скажем так, в рамках психологии здоровья есть некоторые средства, есть некоторые идеи, которые скорее стоят взять на заметку тогда, когда речь идёт о разработке превентивных и профилактических программ. И сразу скажу, что психология и здоровье – дисциплина прикладная, и это дисциплина прикладная, которая объединяет усилия, с одной стороны, теории психологической, с другой стороны, в общем-то, то, что в практике есть некоторые наработки для того, чтобы решить четыре задачи. Есть четыре задачи у психологии и здоровья. Я бы с удовольствием показывала презентацию, вам единственное, я почему-то позабыла, где же у меня презентация. Мне кажется, здесь. В файлах я могу включить, а вы можете её листать самостоятельно. Да, если можно мне её подключить, потому что другой вариант я… Вот, отлично, всё, есть. А, подождите, это не она, сейчас. Вот, теперь вы можете внизу листать стрелочки. Отлично, вот оно есть. Да, теперь практически всё, что нужно. Спасибо большое, Евгений Борисович. Значит, задача психологии и здоровья. Что же она делает, где она делает и так далее. Выше я сказала, что психология и здоровье, она объединяет теоретический некоторый потенциал, который в рамках различных отраслей психологического знания существует. И здесь нужно сказать, что то, о чём я и выше уже, как бы, тезис этот озвучила, социальный психолог. И поэтому то, о чём здесь пойдёт речь, это скорее через логику социально-психологического знания. Да, потому что, в принципе, психология и здоровье, она объединяет и вклад клинической психологии, и, конечно же, и вклад общей психологии, психологии личности, психологии развития и так далее. Вот здесь я прицельно рассматриваю то, что накопилось, то, что есть в рамках психологии, социальной психологии, социальной психологии и психологии. И есть четыре задачи психологии и здоровья, которые, ну вот так, как официально психологию и здоровье, значит, как-то считается дата, это конец 70-х годов, да, потому что учебник вышел в это время и включили её, значит, в рамки Американско-психологической ассоциации, как некоторую, значит, дисциплину, да, вот, которую сказали, есть такая дисциплина, пусть и вкладная. Это 78-79 год. Соответственно, с тех пор четыре задачи определены, и так или иначе мы видим, что мы туда, как социальные психологи, можем вкладываться, и, в общем, теоретическое знание, оно как раз нарабатывается и потом, в общем-то, идёт на решение этих задач. Значит, первая задача – это разработка всего того, что связано с продвижением здоровья. То есть это всё то, что связано с тем, как аудитории донести идею о том, что хорошо быть здоровым, да, и что нужно и как делать и так далее. Это, значит, всякие вот эти вот средства, с помощью которых мы, человека, и я тут вынуждена сказать правду, составляем поддерживать здоровье. Потому что сам по добру, по здоровью, как бы вот так, как вот прочитал литературу и какую-то, значит, да, там какую-то статью, послушал лекцию и двинулся, так не бывает. И даже если нам в плане внешнего наблюдения дано такое, что, а вот, значит, вот там какие-то изменения, на самом деле то, что происходит на когнитивном уровне, нам просто неизвестно, да, и может быть какое-то событие, которое запустило некоторые действия, но это не происходит так, что вот пришёл, увидел, победил, послушал лекцию и потом пустился, да, узнал, и вот, значит, с этими знаниями что-то делает. Значит, первое – это продвижение здоровья, да, вот поддержание, продвижение здоровья – это вот эта вот область. Другая задача психологии здоровья – это, ну, всё то, что связано с профилактикой, всё то, что связано с профилактикой разработкой превентивных программ. И здесь у нас есть даже четыре типа профилактики, которые мы можем проводить. Есть эти четыре типа профилактики – первичная, вторичная, третичная, четвертичная, первичная, направленная в некотором смысле на очень широкую аудиторию. И дальше, позже я вернусь к этому тезису. Ну, так оно в литературе, да, так мы это всё называем. И тут есть некоторые, в общем-то, очень острые моменты, которые связаны с тем, когда мы говорим для всех, не зная, кто наша аудитория, но очень конкретно пытаемся охватить как можно больше, тут возникает вопрос эффективности. А как это сделать? Вот первичная направлена на всех, а вторичная, третичная, четвертичная, они как бы уже ограничивают ту группу, на которую мы вещаем. И в случае вторичной – это люди, у которых есть некоторое проблемное поведение, например, люди, которые курят, люди потребляют какие-нибудь психоактивные вещества, люди, которые ещё какие-то практики имеют в своём, как бы, поведении, которое опасно для здоровья. Вот это уже, это не все, это какая-то отдельная группа. Третья, третичная профилактика – это профилактика, которая направлена на людей, которые, например, имели некоторую операцию, например, шунтирование. Ишемическая болезнь сердца, шунтирование, смена клапана. Вот до и после человек не может жить так, как прежде. Ему нужно научить, его нужно реабилитировать, его нужно научить новому, на самом деле, новому поведению исходить. Потому что у него должен быть определённый режим дня, у него должно быть определённое питание и так далее. Там уже есть некоторые инструкции, и с ним должна быть какая-то работа, должны какие-то профилактические действия совершаться. И четвёртое, последнее – это четвертичное. То, что направлено на ближайшее окружение человека, который имеет проблемное поведение, можно рассматривать шире. Это семья человека, у которого есть неблагополучие в плане здоровья. И вот, значит, эту же семью тоже нужно обучать, как сопровождать этого человека, с одной стороны. С другой стороны, если человек оказывается в категории... Ну, если человек подвергается стигматизации, и эта стигматизация связана с его болезнью, с его, значит, этим неблагополучием, то семья, в общем-то, в логике стигматизации, семья оказывается, в общем-то, испытывает стигму по ассоциации. И в этом плане вот четвертичная профилактика – это ещё вот это направление, этот аспект. То есть люди, которые сами не имеют этой проблемы со здоровьем, но вот они таким образом связаны. Значит, следующий момент, который... Следующая задача о психологии здоровья, она связана с тем, что, в общем-то, психологическое знание позволяет выделять некоторые, выявлять, лучше сказать, некоторые корреляты, которые существуют между заболеванием и какими-то особенностями психологическими. Вот мы знаем какие-то особенности личности, мы знаем какие-то психологические особенности, которые нам говорят о том, а вот человек, у которого так-то, вот он, значит, скорее заболеет, чем другой. Вот это направление, скорее всего, это задачка, да, то есть ответ на вопрос, почему одни заболевают, другие нет, почему одни заболевая выздоравливают, а другие, значит, заболевая не выздоравливают. Да, вот какие-то вот эти все вещи. Почему у одних идёт быстрее некоторое восстановление, да, реабилитация, у других медленнее и так далее. И, кажется, всё время хочется найти какие-то внутренние конструкты, которым можно это объяснять. Вот, пожалуй, тут чуть меньше психология, социальная психология действует, и позже мы с вами будем обсуждать теорию, ну, в очень кратком таком варианте, потому что за час мало что можно сделать в курсе лекций по психологии здоровья, которую я читаю. Этому уделяется, в общем-то, серия лекционных занятий для того, чтобы всё достаточно подробно объяснить. Ну, тут у нас с вами немного другой формат. Ну, в этом плане, в общем-то, то, что точно в социальной психологии, которые, как бы, делают вклад в психологию здоровья, вот в меньшей степени внимание уделяется вот этим вот всем типам личности, которые коррелируют с возникновением сердечно-сосудистых заболеваний и так далее. Вот социальная психология в этом немножко некоторую дистанцию держит. И последняя, четвёртая задача психологии здоровья, она связана с тем, чтобы разрабатывать политику в области здравоохранения, с тем, чтобы быть полезным государственным структурам, принимающим решения с точки зрения того, как вообще, скажем так, не стоит дороже сказать правильно, не стоит дороже, в школе скоро мы разрабатываем какие-то, значит, мероприятия, не стоит дороже подготовить мероприятия, которые базируются на знаниях психологических механизмов, о том, как человек будет действовать и бездействовать, и вот с этим вот работать. Чем просто как-то формально делать какие-то, в общем-то, информационные кампании, которые ни уму, ни сердцу, которые едва ли помогут, или давать какие-нибудь дурацкие советы, типа того, что, ну вот, в ситуации, значит, в ситуации пандемии ковида, в общем, значит, нужно людям, пассажирам общественного транспорта сообщить, что в общественном, значит, транспорте не нужно разговаривать, то есть люди должны молчать, быть в масках, перчатках и молчать. Вот это позволит, у них закрыт рот, да, только нос открыт, но все равно, значит, за маской там, и, значит, вот это вот, некоторая такая профилактическая мера, меньше будет потенциально циркулирование этого, циркуляция этого вируса, и, значит, вот это, ну, чудесно, это медики, значит, такой замечательный совет дали, но оно же не работает, человек же будет, ну, современный человек, вы можете представить ему мобильный телефон в кармане, или ребенок, значит, он его держит за руку, и все молчат, ну, такого не бывает. Поэтому вот такого рода, ну, вроде совет дали, то есть на самом деле медики старались, они же, в общем-то, о нашем здоровье пекутся, но это вещь, которая не будет работать, да, это вещь, которая не будет работать, почему? Ну, потому что, потому что человек так устроен, что не будет он выполнять такую инструкцию, да, представьте себе, летите в Магадан на самолете, тоже общественный транспорт, да, и все молчат, да, там, долго лететь, часов, наверное, восемь, да, нет, если не в руку, вот, ну, в общем, да, или ехать поездом уж тем более, да, да, допустим, Владивосток, шесть суток, с лишним, вот, и все молчат. Ну, то есть понятно, что такие советы не работают, и в этом плане разработка политики, разработка эффективных, вот, я сделаю здесь акцент, вот этих вот каких-то компаний, стратегий, какого-то взаимодействия с людьми, потому что, в общем, как уже выше я отметила, две привычных логики, которые используются в области здравоохранения, что все, значит, все наши беды от незнания, и второе, что нужно человека испугать, и все получится, они не работают, да, и это, в общем, я транслирую то знание, которое существует в психологической литературе. Дальше, значит, то, что нужно обозначить, и то, что в социальной психологии используется в свое время, достаточно давно, 80-й год, даже в конце 70-х уже была первая публикация, и вот в 86-м году вышла работа одного очень замечательного коллеги, исследователя Вильяма Дуаза, который, к сожалению, в этом году, вот, его не стало, в общем, уже в конце жизни он страдал Альцгеймером и, к сожалению, в общем, ушел. Он в свое время сформулировал четыре уровня объяснения, которые используются в социальной психологии. То есть он их не придумал, он просто теории в некотором смысле классифицировал, категоризовал с точки зрения этих уровней и сказал, что, ну, вот, есть интериндивидуальный уровень, когда мы апеллируем к внутренним конструктам индивида для того, чтобы объяснять ту или иную проблему, и мы понимаем, что очень мало, если мы только конструктами, которые про индивида, есть интериндивидуальный, это те конструкты, которые уже связаны взаимодействием с коммуникацией, вот тут мы понимаем, что уже минимально это диодическое взаимодействие. Дальше у нас есть позиционный уровень, который связан с групповой принадлежностью, и последний, он его назвал идеологический, в свое время немножко адаптируя его, эти уровни объяснения, мы назвали последние идеологические уровни, как социитальные, которые апеллируют каким-то конструктам уже более высокого уровня. И в этом плане мы понимаем, что психология здоровья, которая образуется из вклада социальной психологии, она скорее должна апеллировать к более высоким уровням, позиционному и идеологическому, чем к более низким, потому что одна лишь убежденность человека о том, что, например, нужно использовать презервативы при сексуальных контактах, ну, там же два человека, вот если один по своим интро-индивидуальным конструктам в плюс этому действию, а другой по своему интро-индивидуальным конструктам в минус, то не получится, они не договорятся, этим не объяснить явно уже такая задачка, она более высокого уровня, да, и так далее. То есть в этом плане, что, в общем, здоровье – это такая конструкция, которая вот едва ли она только там «я знаю и действую», да, вот нужно чуть-чуть куда-то там повыше подняться, чтобы действительно какого-то успеха давиться. И, как я обещала, две теории будут затронуты сегодня. Одна теория – это теория социальной идентичности. Почему-то двойка я… Ну, двойка, ну, значит, двойка. Теория социальной идентичности, которая была предложена в свое время Геннери Тешфиллом, и вот является одной, да, сразу можно сказать, что две традиции, которые принадлежат европейской социальной психологии, две традиции, которые так или иначе у нас представлены в отечественной социальной психологии, разрабатывались и идеи, то есть некоторая попытка, ну, не то, что продолжить, это громко сказано, но, по крайней мере, работать в рамках теории социальной идентичности, да, там, в нулевых, чуть-чуть до этого, чуть раньше, в конце 90-х, было защищено пять докторских диссертаций в рамках социальной психологии, которые так или иначе в своей методологической и, значит, теоретической некоторой базы имели теорию социальной идентичности. И в этом плане, значит, можно смотреть работы Стефанянки, работы Белинской, работы Ивановой и так далее. Вот пять человек, которые, значит, так или иначе обратились к теории социальной идентичности и на разном материале пытались это дело поизучать. С одной стороны, и другая теория, которая тоже европейская, которая тоже очень известна и по-прежнему разрабатывается и как это вклад делают. Дальше там есть некоторые нюансы, но, тем не менее, это теория социальных представлений. Вот об этих двух теориях мы будем говорить. Это теории, которые более высокого уровня с точки зрения объяснения, и это очень хороший инструмент с точки зрения разработки превентивных программ, потому что, безусловно, когда мы берем проблему депрессии, ну, вообще существуют различные, да, там, стадии, если что, ну, таблетками, если что, препаратами, человек не, он таблетками не найдет друзей, да, там, и как раз теория социальной идентичности, она показывает, как, в общем-то, можно использовать ее логику для того, чтобы разрабатывать какие-то мероприятия в связи с депрессией, например, да. Не все так однозначно. Я знаю, что это некоторая провокация, ну, так у нас же дискуссионная площадка. Не все так однозначно с точки зрения Александра Хаслама в отношении депрессии и использования препаратов, которые, вот, значит, взял препараты порядок. Не все так просто, да, значит, статистика показывает, что, вот, в общем, ну, во-первых, не все до конца доходят этого лечения, и потом, в общем, не одними таблетками, да, не одними препаратами, антидепрессантами с этой проблемой можно справиться. И как раз догадываюсь, что будете говорить о том, что, а, подождите, есть КБТ, безусловно. Ну, вот, Хаслам предлагает таки опираться на социальную идентичность, потому что вот эти вот, как бы, идеи об одиночестве, да, там и так далее, они, это не интроиндивидуальный конструкт, да, это, почему человек одиноко, потому что, скорее всего, он не видит те социальные идентичности, которые у него существуют, а они точно у него есть, да. И в этом плане, значит, тогда нам нужно определиться, а что такое социальная идентичность, и, как бы, что, вот, как бы, я очень, таких в больших мазках эту теорию попытаюсь, значит, на пальцах изложить. Понятие социальной идентичности, которое предлагает Генри Тешилл, оно, по сути, заключается в том, что человек знает о том, что он принадлежит к каким-то социальным группам, и вот это знание в сочетании с эмоциональной некоторой составляющей и ценностной некоторой составляющей, вот это и есть его социальная идентичность. Я знаю, что я социальный психолог, значит, очень этому рада, рада и практически горжусь. Вот это, вот эта, вот эта социальная идентичность, я являюсь членом какой-то группы, я принадлежу какой-то социальной категории, и, в общем-то, забегаю чуть вперёд, для меня эта идентичность важна, она у меня позитивная, она определяет вообще, кто я. И, в общем-то, эта социальная идентичность, это вот и интернаризация этой принадлежности к группе, которая позволяет человеку определиться, и мы можем определяться и говорить там, я и давать свою этническую принадлежность, я и давать какую-то ещё профессиональную группу, я и группу поинтересную, то есть мы понимаем, что у нас есть очень много социальных идентичностей. И в теории Тешила, в теории социальной идентичности, или теперь уже можно говорить шире, потому что это уже, несомненно, стало подходом, у нас есть другой тип идентичности, это персональная идентичность. Если переводить это на язык привычной нам отечественной психологии, то это чувство индивидуальности. И то, что мы очень любим, мы всегда, да, там, вспоминаем о том, что есть личность и индивидуальность, мы как бы вот делаем акцент на эту персональную идентичность, говоря там о личностном потенциале, о личностном росте и так далее, и так далее. Вот у Тешила про другую идентичность, про социальную, да, которая у нас является интергризацией принадлежности к группам. У нас есть много групп, у нас есть разный контекст, который актуализирует ту или иную идентичность, да, и мы действуем, и как бы логика теории социальной идентичности, логика подхода социальной идентичности, потому что уже шире, уже за все время существования этой теории, уже очень много моделей внутри самой социальной идентичности, поэтому, конечно же, можно назвать алхоном. Мы, у нас есть разные идентичности, и мы их используем для того, чтобы на самом деле себя определить, то есть мы понимаем, что я-концепция человека, она как бы с одной стороны, она вроде как бы идет делать вклад персонально на идентичность, но то, что интересует Тешила, это то, как социальная идентичность позволяет эту я-конструкцию выстраивать, и Тешил говорит о том, что нас интересует в рамках этой теории то, как человек действует, и это его поведение, его действие или его бездействие, его поведение в ту или иную сторону, они обусловлены социальными силами, вот этими принадлежностями к социальным идентичностям, и в зависимости от того, какая идентичность актуализирована в тот или иной момент, человек, соответственно, действует или бездействует. И, в общем, я понимаю, что все это Аристотелю, это наш, конечно же, важный и любимый персонаж в рамках социальной психологии, который говорил об общественном животном, но в социальной психологии много кто говорил о том, что человек – это общественное животное, и, в общем-то, мы большую часть своей жизни проводим в группах любого толка, и мы можем использовать эти идентичности, и мы ими, несомненно, пользуемся для того, чтобы себя определять и в той или иной ситуации действовать так, как член той или иной группы. И, в общем-то, эти групповые идентичности, по сути, они направляют, они придают смысл нашей жизни, они определяют то, как мы действуем или бездействуем и так далее, и так далее. То есть это вообще очень важная вещь. Другое дело то, что вы будете говорить, да подождите, в социологии же, в современной говорится о том, что старые категории не работают, о том, что, в общем-то, если раньше у человека было более-менее понятно, как, не знаю, попал вначале в Ясли, родился, попал в семью, потом семья его отвела в Ясли, так получилось, потом в детский сад, потом в школу, потом пошел в ВУЗ, поучился после ВУЗа, пошел работать, но еще параллельно, значит, заводишь семью, друзья, тут все вот как бы, вот более-менее понятно. А теперь нет, можно, это не вопрос на то, чтобы в Ясли не ходить, это семья решает, или те, кто, значит, оказывается в этот момент рядом. А вот, а ВУЗ можно не заканчивать, а друзья – это люди, которые, значит, там ставят лайки или что-нибудь, пишут какие-нибудь комментарии в социальных сетях, а вообще, там, я не знаю, есть столько степеней свободы, и можешь делать, что хочешь, и в этом плане можно говорить, что есть некоторое, вот это изменение, старые социальные категории не работают, но тут я только соглашусь, с этим действительно, в социологии такое дело отмечается, и мы в социальной психологии тоже обращаем на это внимание. Ну, я скажу тогда такой тезис, что вот тогда это, значит, соответственно, вот это вот некоторое парадокс, да, парадокс постмодернизма, постмодерна, который связан с тем, что у человека очень много степеней свободы, и он не знает, что с этими степенями свободы делать, не знает, что с этими степенями свободы делать, куда пойти, кем стать, и так далее, и так далее. А вот это, на самом деле, тогда когда-нибудь на другую тему поговорим. Это к вопросу о попадании в какие-то не те группы. Группы с плохой репутацией, скажем так. Не буду тебе, кажется, разогреть. То есть это к вопросу о том, что есть у человека базовая потребность. Нужна ему группа, потому что принадлежит к ней, она ему что-то даёт. Дальше, если прямо в каких-то очень через такие большие мазки сказать какие-то ключевые вещи, то можно сказать, что люди стремятся иметь позитивную социальную идентичность, значит, или её сохранить в одном случае, или её достичь в другом случае, что позитивная социальная идентичность, она является результатом сравнений. Есть моя группа, которая называется ингруппа, и есть чужая группа, другая группа. Но чужая тут нет такого ничего плохого, просто другая группа, да. Своя группа и другая группа, которой человек не принадлежит, но с которой он себя сравнивает. И по результатам этого сравнения всегда получается некоторая позитивная дифференциация своей группы от чужой группы. А зато мы, а мы лучше какой-то другой группы по какому-то измерению. Да, это очень важно, чтобы мы были лучше, чтобы мы были, если не умнее, то, значит, зато мы какие-то добрые и отзывчивые. Если не богатые, то зато душевные. Вот эти вот зато – это как раз вопрос этого сравнения. И, значит, еще один момент, когда человек, таки принадлежа к какой-то группе, чувствует, что у него есть негативная идентичность, то он, значит, скорее всего будет от этой идентичности избавляться. А как избавляться от этой идентичности? Ну, один путь – это просто покинуть группу, покинуть эту группу, которая не устраивает, и присоединиться к группе, вступить в группу, которая имеет позитивную идентичность. Ну, это так выглядит, как бы очень просто, как будто, и в этом плане можно думать про, и в теории у Тешила есть об этом, да, про, значит, индивидуальную мобильность, да, когда человек, хочу покинуть эту группу, хочу присоединиться к группе другой, значит, вот буду как, там, не знаю, вообще из бедной семьи, но хочу быть богатым таким образом, что я буду вкладываться, я себе построю судьбу такую, да, и вот перейду в ту другую группу, потому что я смогу, значит, делать, заработать. Там, учёбы, вкладами каким-то, там, не знаю, трудом, контактами, я не знаю, какие пути, ну, вот каким-то таким. И дальше, конечно же, есть другой момент, другой момент, который заключается в том, что, а можно же, ну, на другом полюсе сказать, что нет, всё равно из этой группы, значит, не уйду, но я что-то буду делать, чтобы вместе с группой повысить статус, чтобы все, я хочу остаться в этой группе или не могу её покинуть по каким-то причинам, мне так кажется, что я не могу её покинуть, вот, и тогда я буду завоёвывать себе позитивную социальную идентичность вместе с группой, мы что-то будем делать, мы будем, там, бороться за, значит, там, своё положение и так далее, и так далее. Вот, впрочем, основные тезисы, которые существуют в рамках теории социальной идентичности, и знаю, я выбираю различные области, потому что в рамках подхода социальной идентичности существует много проблем, которые затронуло. Это теория, как бы, позволяя показывать, какой есть, значит, некоторый потенциал использования знания этой теории для решения проблем, связанных со здоровьем, и есть проблемы депрессии, и показывает Хэслом, какие, как бы, какой потенциал, что может теория социальной идентичности, я выбрала другую, да, там, есть вопросы джуизма, есть вопросы стигматизации, есть вопросы травмы, есть вопросы, значит, испытывания хронических болей. В общем, очень много где поисследовали люди и коллеги Хэслома и Эрикса Хэслома, и показали, что действительно вот это вот работает, мы можем использовать средства, даже попытались объяснить те вещи, которые, в общем-то, в медицине существуют, да, есть, например, такой показатель, как количество контактов, в которых есть такой вот, некоторый эпидемиологический критерий, количество контактов, которые имеет человек. Хэслом объяснил, да, соответственно, когда у человека много контактов, он после, допустим, операции, после какого-то, значит, пребывания в клинике восстанавливается быстрее, потому что не много контактов, вот, медики это так видят. А Хэслом увидел по-другому и объяснил, почему много контактов – это хорошо, мало контактов – это плохо. Много контактов – это много позитивных идентичностей, которые друг с другом совместимы, и это, ну, конечно, залог здоровья, что называется, да, человек чувствует, что он принадлежит к разным группам, и это некоторая, это поддержка, несомненно, это влияние и взаимовлияние, это смысл, это много что, да, и один из тезисов, как раз, которые касаются здоровья, это то, чтобы у человека было много позитивных, совместимых друг с другом социальных идентичностей, которые были бы потенциалом для его здоровья, для его поддержания, для его, значит, там, улучшения после каких-то, значит, интервенций и так далее, да. И замечательные исследования, которые показывают, что человек, который перенёс, значит, некоторую интервенцию в связи с сердечно-сосудистыми заболеваниями, он, конечно же, быстрее восстанавливается, и, значит, его благополучие, его жизнь оказывается вне, значит, у всяких угроз, да, там, рецидивов и так далее, тогда, когда он принадлежит, вот, у него есть много позитивных социальных идентичностей, совместимых друг с другом, да, вот, это, это, это есть. Вот, там, есть раздел в работе Хаслама, в котором они собрали все те идеи, которые касаются потребления психоактивных веществ и так далее, тоже показывают, какой есть инсуал. Ну, я взяла одну из тоже очень, догадываюсь, значит, это тоже дискуссионная сфера с точки зрения того, что мы имеем в литературе, в отечественной, к чему мы вообще, как мы привыкли думать, да, это проблемы стресса. Это проблемы стресса и, в общем-то, потенциал теории социальной идентичности в области проблем стресса связаны с тем, что социальная идентичность позволяет нам переоценивать вот этот вот стресс, да, первичная оценка стресса, когда человек задается вопросом, угрожает ли это мне, а вот, когда он переформулирует этот вопрос в логике теории социальной идентичности, угрожает ли это нам, то ответ выглядит немножко по-другому. Дальше социальная идентичность – это, в общем-то, очень важная основа эффективной социальной поддержки, социальная поддержка в связи с проблемами стресса – это очень важный аспект, это очень важный момент, и вот это вот даже, причём, там может оказываться на уровне потенциальной поддержки, да, не то, чтобы прям пришли, помогли, а то, что есть у меня, я принадлежу, у меня есть люди, которым могу позвонить, да. И последнее – это то, что он, вот, как бы, область, ну, в общем, существует она психологией, рассматривается вот, значит, личностный рост, связанный, да, там, связанный с переживанием, да, там, воздействие стрессогена, да, и есть такое выражение, что значит, что не убьёт нас, сделает нас сильнее, но вот примерно что-то такое здесь. Социальная идентичность позволяет нам трансформировать вот этот вот, казалось бы, да, там, стресс, вроде бы, здравый смысл бы говорил, значит, нужно стресса избегать и так далее, и так далее, но как можно, проживая в мегаполисе, избежать? Никак. А значит, нужно с этим что-то делать, а значит, нужно искать какие-то средства, которые позволяют совладать. И в этом плане социальная идентичность, если хотите, это средство, в общем-то, совладание с вот этими вот воздействиями стрессогенных факторов. И здесь как раз вот в очень маленьких, как бы, трёх позициях, которые поддержаны эмпирическим, я бы сказала, даже экспериментальным материалом, да, которые, гипотезы, которые получили свою эмпирическую поддержку, экспериментальную поддержку, вот как бы как ключи действий, как то, чем можно воспользоваться тогда, когда мы говорим о профилактических, примитивных программах. И я не случайно сказала, вышли, когда сказала, что здравый смысл подсказывает, что стресса нужно избегать. Вот вторая теория, которую сегодня, и это теория социальных представлений, и это теория, которая как раз про вот этот вот здравый смысл, который мы вырабатываем в многочисленных коммуникациях, который, в общем-то, нам позволяет и сейчас в ситуации, когда у нас есть интернет, когда там всякие сайты, когда всякие там, я не знаю, блоги, и мы вступаем в коммуникацию, всякие там, не знаю, группы, где обсуждаются вопросы и так далее, и так далее. Вот это вот нам даёт ещё больше всяких средств для того, чтобы думать, что мы специалисты практически по любому вопросу, можно давать советы, подсказывать, как лучше и так далее. И в этом плане социальные представления – это вот некоторые такие теории, которые вырабатывают люди, и как минимум есть две основных функции, но дальше я озвучу ещё другие. Это чтобы, значит, человек мог с помощью вот этой вот, значит, системы ценностей, вот этой вот теории, которую он вырабатывает, чтобы человек мог ориентироваться в материальном, социальном мирах, ну, значит, нереальным каким-то образом, да, может быть, даже иногда символическим. И другое – это то, что наша коммуникация, чтобы она снабжалась определёнными кодами. Мы будем разделять эти коды, и как-то этот мир, про который мы говорим, классифицировать, организовывать. И чуть позже скажу вообще, зачем всё это. Дальше, наверное, можно обратить внимание, да, что мы, конечно же, живём в эпоху визуальной коммуникации, да, и, в общем-то, не секрет, что давно уже студенты требуют, например, в занятиях, чтобы там рисовали схемы, хорошая презентация – это там, где, значит, вот всё там нарисовано, чтобы было кратко, и на один вот посмотрел, и всё понял, и так далее. Это понятно. Не то, что там мелом рисовать на доске или, не дай бог, просто рассказывать словами. Это вообще уже невозможно там как-то зафиксировать. Я, наверное, скажу только о том, что ещё в старинные времена один из правителей, значит, Ватикана, папа, говорил о том, что, и не просто Ватикана, а, значит, всей католической церкви, говорил о том, что есть, в общем-то, всякие иконостасы, да, там, жития святых, вот они для тех, кто не умеет читать, да, вот он пришёл, посмотрел и всё понял, что там и как. А есть Слово Божие, которое в виде, значит, священного писания, вот это для просвящённых людей. И всегда так было, что было, значит, просвящённое меньшинство и, значит, соответственно, менее просвящённое большинство. И это соотношение всегда было, кажется, была такая поговорка из современности, но прошлого века о том, что тот, который читает книги, будет управлять тем, который смотрит телевизор. Сейчас все в интернете, уже непонятно, кто кем будет управлять. Но, так или иначе, у нас всегда и у социальных представлений есть две как бы страны, да, там Московиси говорит о том, что и Московиси – это автор, который предложил эту теорию, да, что можно представить, что социальные представления – это как лист бумаги, у которой с одной стороны есть вот этот вот понятийный компонент, а с другой стороны иконический, да, и разорвать их никак нельзя, и каждому понятийному соответствует иконический, и наоборот. И, в общем-то, вот эта вот логика в современных средствах массовой коммуникации по-прежнему отражена. Вот эта вот фигуративная риторика, которая, значит, как раз несёт этот иконический аспект, она на массы транслирует, и лингвистическая, та, которая понятийный аспект, значит, ставит фокус внимания, соответственно, на просвещенное меньшинство. Дальше можно сказать, что просто вот пробегаясь о том, что вообще на самом деле Московиси не был первым, который заговорил про представления, да, был Дюргейм, несомненно, и те, кто знаком с его трудами, скажете, подождите, подождите, были же коллективные представления у Дюргейма. Действительно, он разделил коллективные представления индивидуальные, а Московиси сказал, что в 20 веке и позже уже 21 веке мы не можем говорить о коллективных представлениях в логике традиционного общества, как это было во времена Дюргейма, потому что, как минимум, есть три вещи, которые отличают современное общество от традиционного общества. У нас есть, если в традиционном обществе то, что называл Дюргейм коллективным представлениям, это были статические некоторые образования, то в современном обществе есть динамические образования, да, изменчивые, которые на самом деле, кроме того, что они динамические, они к тому же гетерогенные. Разные группы стремятся то, чтобы их представления были правильными, то, чтобы их правда была правдой, да. В традиционном обществе коллективные представления были гомогенными, они касались всего общества, в современности не так. И самое последнее касается новых форм коммуникации, этого не было во времена Дюргейма, и это не только касается интернета. Все те средства массовой коммуникации, которые вошли в жизнь и стали активно использоваться, но газеты-то были во времена Дюргейма, а вот, значит, широкое распространение радио и телевидения, тем более это непродюргейма, это позже, и в этом плане уже эти новые формы коммуникации, они что-то другое, да. И если вот так вот взглянуть на некоторые коммуникативные системы или формы коллективной коммуникации, то можно сказать, что Московиси предложил различать три системы коммуникации. Это распространение, воспроизведение и пропаганда, то, что помечено звездочками. В принципе, существуют другие моменты. Вот помните, выше я говорила, когда есть первичная профилактика, которая вещаем на всех, вот это, по сути, распространение. У нас нет адресата, мы про всех. С точки зрения социальной психологии, про всех и не про кого. И у нас нету некоторой нацеленности на некоторые принципы, ценности, на какую-то идеологию, на то, чему та или иная группа, на самом деле, чем она живет. Да, вот этого нет. Нам нужно, мы хотим здесь максимально охватывать некоторые зрители, некоторые слушатели, некоторую аудиторию, причем на всех. От мал до велика, в любых точках Российской Федерации, чтобы все услышали и так далее, и так далее. Действительно, в самом начале пандемии, вот это вот то, что там ВОЗ говорила, это вот на всех было. А потом разошлись эти коммуникативные стратегии разные. И вы видите две других коммуникативных стратегии, которые есть в воспроизведении пропаганда. Это они теряют в объеме, они явно адресованы кому-то, и они базируются на знаниях о принципах, картине мира, некоторых привычках и так далее, и так далее. Воспроизведение – это попытка вписать в некоторую картину мира новую информацию людям, про которых мы знаем. Мы знаем, что есть такая группа, которая нас поймет, если мы скажем, что, например, ну, в общем, кому как сказать. Если мы скажем, например, что вот ковид похож на грипп, например. И вот люди будут про грипп, они знают, они будут через эту призму смотреть и так далее. И чем отличается воспроизведение от пропаганды? Оно тоже с точки зрения принципов ценностей, мы тут удерживаем это в голове. И у нас есть адрес, мы обращаемся к какой-то группе, про которую мы что-то знаем. Вот с точки зрения Москобиси пропаганда – это тогда, когда мы сказали, по сути, в логике той самой формулы, которая универсальна. Бей, спасай. Вот тут можно подставить группу, которую бей и спасай, значит, некоторую организацию или какую-то там комьюнити, которую, значит, спасай. Вот от этих, которых нужно бить. Вот. И в этом плане пропаганда, она сплачивает людей для того, чтобы обозначить врага и, значит, говорить там, как нужно действовать и так далее. И в современной, не то что трактовке, но в современной вот этой логике развития того, что то, что говорил Москобиси, это всё-таки его первая работа вышла в 61-м году. С тех пор появился интернет, да, и стал, вошёл в каждый дом, в руки каждого в виде, значит, мобильного телефона этого средства. И, значит, с чем мы не расстаёмся, уже не знаю, если по-честному, сколько там в день мы, вот, значит, в виртуальной этой реальности присутствуем. И даже не просто присутствуем, участвуем. Вот Фабрис Лушини, он предложил ещё одну коммуникативную стратегию, которая называется эфузия. Она как раз соответствует социальным сетям, соответствует вот этим всем, значит, новым возможностям нашим. Да, почему? Потому что вот то, о чём говорил Москобиси в 60-е годы, это всё-таки были газеты, которые, и сама работа Москобиси, которая положила основу, как бы, в которых сформулирована теория, и это, значит, классическая работа, это психоанализ его образа и публика. И там он рассказывал о том, как различные издания, печатные издания обсуждают проблемы психоанализа. И на самом деле это та логика, которая работает для разных проблем. Но печатные издания, там есть асимметрия, есть, значит, вещательный орган, есть публика, есть те, кто, значит, внимает. А в интернете у нас, в принципе, есть идея о том, что мы равны, и мы только на логике того, что я тоже, я сам СУСАМ, я себе, значит, тоже специалист, и могу рассказывать, и могу советы давать и так далее. У нас нет этой асимметрии, которая существует таких вот в традиционных средствах массовой коммуникации. И, в общем-то, мы... Вот этот смен позиций коммуникатора и реципиента, да, потому что в случае печатного, значит, издания, ну, мы купили газету, прочитали, не согласны, можно писать в редакцию. Но мы же понимаем, что редакция нам не ответит. Да, вот тут как бы у нас нету. И вот, значит, есть некоторое неравенство в полиции, да, то в случае интернет-коммуникации у нас есть очень даже равенство в позиции, или, по крайней мере, мы их ожидаем, да, что можем сказать, можем ответить и здесь, и сейчас, и так далее, и так далее. У нас немножко другой способ. И вот Бушини предлагает говорить о том, что, значит, вот есть еще такой термин используют из, значит, естественных наук, и фузия, когда у нас есть разность позиций, и вот там, значит, коммуникатор-реципиент, они вот эту информацию как бы вещают друг на друга, позиции сменяются, да, мы... крупные специалисты в любых областях, и, значит, вещаем, не задумываясь. И это все очень важно, на самом деле, как раз с точки зрения того, как вести коммуникацию в связи с профилактическими программами. Выше я говорила о том, что в определении затрону две функции, ну, как затрону, это Московиси говорит, я его цитирую, поэтому что-то он сам затрагивает. Вот, ну, вообще, в принципе, можно, наверное, четыре функции социальных представлений точно как-то обозначить, и это трансформация чего-то неизвестного в известное, да, вот что-то новое нас пугает, да, и мы хотим, значит, понять, что же это такое, да, и как раз в ситуации пандемии ковида вот появилась какая-то такая штука, да что же это такое, да, кто-то говорил, что это... Гриб, а кто-то говорил, что это вообще похоже там, ну, практически на Эболу. Ох, если на Эболу, я пойду, значит, в скафандре и в костюме в таком защитном, потому что Эбола – это все очень серьезные вещи. Вот эти вот все, значит, сравнения, они же нам для того, чтобы это непонятное сделать понятным. Я прям не знаю, насколько мы информированы об Эболе, но тем не менее такие сравнения были. Дальше вот облегчение коммуникации, уже такую функцию я озвучила, да, потому что вот мы как-то назвали, мы теперь понимаем, у нас есть общий язык, который мы разделяем, да. Следующая функция – это связанная с социальным поведением и социальными отношениями, да, это вот социальные представления направляют наше поведение и оправдывают социальные отношения в этом плане и в плане действия или бездействия в каком-то, вот, в какой-то ситуации связанной со здоровьем и в плане реакции на другого человека, который, допустим, имеет то или иное заболевание. Вот тут как раз, если мы считаем, что реакцию, которую мне часто дают студенты, да, мы считаем, что, значит, психическое неблагополучие, оно как-то там передаётся, то вполне себе оправдано, что, ну, и дружить не будем с такими, да, или если, значит, вдруг по каким-то причинам оказываемся вместе, мне студенты все говорят, ну, потом, если к нам придёт человек с вот этим неблагополучием, мы потом всё дезинфицируем. Я говорю, вы что хотите дезинфицировать, да, вот как вы, то есть это, что за этим стоит-то, да, на самом деле за этим стоит, конечно же, магическое мышление по Фрейзеру «Однажды в контакте, всегда в контакте». Нам нужно, конечно же, дезинфицировать, потому что он всегда в контакте. И последняя функция, это функция, связанная с идентичностью, это конструирование и поддержание социальной идентичности. И здесь как раз происходит вот это вот некоторое, можете, если хотите, к предыдущей теории, которая говорит о социальной идентичности, значит, мы можем артикулировать эти две теории, и как раз когда мы говорим о превентивных программах, как раз когда мы говорим о разработке какого-то инструмента воздействия. Дальше два процесса, которые связаны с порождением социальных представлений, это якорение или анкировка и эвактивация. Значит, одно связано с процессом, когда, значит, мы вот эти вот странные идеи, которые возникают, мы их вписываем в имеющуюся у нас рамку категории. У нас, как говорит Московиси, анонимность очень волнует, она очень пугает, потому что непонятно что. Но когда мы скажем, а, ну так ВИЧ, это же, это же, или там, СПИТ, это чума 20 века, нам как будто бы всё понятно. Зачем дело? Ничего не понятно. Но нам даёт это, вот мы поместили куда-то, мы сказали, что, значит, это вот, вот что это такое. И, как бы, другой процесс, да, вот превращение абстрактного в конкретное, это такой процесс, с помощью которого мы можем то, что находится в нашем сознании, дать ему жизнь в физическом мире. Да, каким образом? Да, это схематизация и персонификация. Мы можем сказать, что теория относительности – это ЕМЦ квадрат, ни о чём нам это, конечно, не скажет, но как будто бы нам становится понятно, да, или мы можем сказать, а, ну так это же Эйнштейн. Тоже не особо, это будет персонификация, да, но мы, а мы, вот, мы, значит, сконструировали такую штуку и живём с этим. И один очень важный момент, ведь совершенно неважно, вопрос истинности представления не стоит. Представления, они должны нам быть удобны, чтобы вот те функции, которые выше обозначили, чтобы можно было их выполнять. Вот и всё. И самое главное, да, то, что эти два механизма, соответственно, анкировка и объективация, они позволяют нам контролировать окружающий мир, да, в том смысле, что нам стало понятно. Мы поместили вот этот пугающий некоторый объект в систему координат, и теперь нам стало понятно, да. И если попытаться в оставшееся у меня небольшое количество времени, да, значит, долго я пробиралась в эту систему, извините, с первого раза редко что получается. Наверное, в трёх словах это вот про ту публикацию, которая, что называется, принята, значит, рукопись, которая принята к печати, да, и должна вот ждём прям буквально вот-вот появиться, появиться в социальной психологии и обществе издание МГБУ, потому что часть тех вещей, которые я вам говорила выше, они вот там в руководстве по психологии здоровья так или иначе опубликованы, но это как бы такой учебник, да, в отдельных статьях, в общем, раньше опубликовали и в «Психологии прави», и в, в общем-то, были публикации, ряд публикаций и в экспериментальной психологии, и в культурно-исторической психологии. Вот здесь вот одно такое, то, что ещё, ну вот прям вот-вот и увидят в нескольких словах, то, что касается вот пандемии, которая, значит, недавно закончилась, да, вот там ВОЗ такие снял, снял вот эти вот вещи, да, а длилась она несколько лет, да, с 11 марта, когда таки, значит, ВОЗ принял решение о том, что всё то, что происходит, называется пандемией, и потом, если не ошибаюсь, 6 мая этого года, 23-го года, когда таки, значит, поставили точку, сказали, что, значит, вот уже такой угрозы нет и так далее. Наверное, нужно сказать, что всегда были некоторые эпидемии, они всегда угрожали, и по данным, которые коллеги дают, 25% всех смертей в мире, это, значит, принадлежит инфекционным заболеваниям, это только в 80-е годы врачи вроде, в конце 70-х, лучше сказать, врачи обрадовались, потому что подумали, что инфекционные заболевания не угрожают на уровне, вот, не просто они исчезли, но они перестали играть первую скрипку, хронические заболевания заняли их место. Как только порадовались, значит, стали возникать новые инфекционные заболевания, и, в общем-то, этот пессимизм, этот оптимизм пришлось сменить на пессимизм, да, пришлось это отменить, потому что, в общем, и идея того, что все равно вот эти эмержентные инфекционные заболевания, которые появляются, это тематика, которая врачей, конечно же, беспокоит. Отменить их тоже нельзя, точно так же, как мы и живем в ситуации, риск равен нулю, мы и живем в ситуации, стресс равен нулю. Это составляющий нашей жизни, это составляющий нашего взаимодействия с другими, и с этим как-то нужно жить и адаптироваться, и что-то с этим делал, да. И, в принципе, всегда, значит, было два способа, да, которые использовали люди. Одно – это избегание других, которые потенциально угрожали, которые были больны, и другое – это символические формы защиты, это разработка вот какого-то объяснения, да, значит, о том, что и как, и так далее, и так далее. Это позволяет нам символически каким-то образом защититься, и, как вы видели из функций, четырех функций, которые были выше, это нам и про поведение, и это нам про, как бы, оправдание отношений с человеком. Если говорить про те же самые социальные представления, только другие немножко словами, словами Вагенера с коллегами относительно того, что у нас есть некоторый коллективный символический копинг, ну, как бы вот то, о чем я говорила выше, да, вот эта вот стратегия совладания, то есть четыре стадии, и здесь я их только обозначу, а о них чуть позже буду говорить дальше, когда буду как раз применительно к области пандемии COVID-19 говорить. Значит, у нас есть осознание, что существует эта проблема, эта угроза, да, есть некоторая дивергенция относительно различных дискурсов по поводу этой проблемы, дальше у нас есть некоторая конвергенция и нормализация в какой-то момент, ну, как-то вот, ну, у нас были вот эти осадные положения, когда мы там сидели, да, там, с конца марта, насколько помню, до начала апреля 2020 года, вот все время какие-то такие вещи, но все равно же потом пришлось на улицу ходить, там, не знаю, в маске, в перчатках, или без всего этого, считая, что это все придумали, что это все фигня, что это, значит, вот как-то это как раз про социальные представления, да, и это же поведение, которое соответствует какому-то пониманию этой проблемы, и тогда, если я отрицаю, значит, существование этого вируса и так далее, то зачем ты мне маска, зачем ты мне перчатки, эти пять тысяч, значит, заплачу мелочи жизни, в общем, ну, вот я всем своим видом показываю, что я не верю в эти ваши сказки. Вот, это как раз вот про социальные представления, и, в принципе, если так брать какие-то, вот этот дискурс о этих проблемах, об инновационных заболеваниях, то есть, наверное, три повторяющиеся идеи, три повторяющихся паттерна здравого смысла, которые возникали точно так же, когда была ситуация, очень остро стояла с ВИЧ-инфекцией. Божественное наказание – это аморальные, грязные другие, плохие люди, которые вот как бы, ну, тут с божественным наказанием как связано, и последнее – это, значит, вот эти вот сильные миры всего, которые, ну, специально, значит, где-то там придумали что-то, чтобы заражать людей, чтобы они, значит, умирали, потому что население планеты как бы превышает возможности потенциальные, да, это население кормить водой, значит, как-то снабжать и так далее, и так далее. Тут есть проблема. Эти вот эти три идеи, они, наверное, если вы сейчас так вспомните, что вы читали по поводу вот этих всех дискуссий о COVID, теории заговора, которые очень активно в социальных сетях обсуждались, да, попадают как раз в эти паттерны. Дальше у нас есть некоторые в этом дискуссе практически роли из сказок. У нас есть герои, у нас есть злодеи, у нас есть жертвы. И именно так здесь я представляю исследования, которые, значит, испанские коллеги сделали, но вещи у нас явно, аллюзии некоторые получились в нашем исследовании. В начале, когда первая стадия, это, значит, ВОЗ говорила о вирусе, ну вот она рассказывала, да, ну страшно было, конечно же, да, и кинулись мы это обсуждать. Почему? Потому что когда человек боится, да, он к другим как-то идет и обсуждает, а вдруг они знают, что это. И был очень разнообразный, очень многообразный дискурс о том, откуда, ну понятно нам, откуда оно взялось и что с этим дело. И в качестве объяснительных схем было о том, что какой-то вот там, значит, какой-то микроорганизм, которым накормили китайскую рыбу, американцы выкинули, китайская рыба наелась и так далее. Мне только вот в этой объяснительной схеме не очень понятна связь между, ну как бы как плыл этот микроорганизм, а другие не ели что ли рыбу, только в Китае, значит, попались на эту улочку. Или они где-то там у берегов, да, там и так далее. Вот, но опять же, вроде рыба, свободное себе животное, может плавать где хочет и есть, что хочет. Вот тут, значит, мне непонятно. Да, еще варианты относительно того, что это вот антенны 5G, которые были, значит, установлены, и они, значит, вот там как-то с этим связаны, потому что вспышка вроде как совпала, да, но это же, вот, а как это объяснить антенны-то, вот они же как вирус, то он вполне себе материальный, на антенны, они же на нас воздействуют, ну как-то нет у нас материального контакта, ну, как вообще все это происходит, непонятно, да, и так далее, так далее. Но люди вот обсуждали это все дело, люди обсуждали, и, в принципе, можно было в этой вот дивергенции этого дискурса, и вот тут вот как раз Вы еще уже сказали, что вначале, да, информация вроде на всех, но она очень быстро, ВОЗ вот вещал на всех, но очень быстро люди разошлись по подгруппам и стали свое обсуждать. Кто-то обсуждал действительно страх, страх и угрозу жизни человека. Кто-то обсуждал социально-экономические последствия этого дела. И это были разные группы людей, это были разные, наверное, социально-демографическим характеристикам люди, да, с вами, вот это были разные части общества. Дальше, ну, в какой-то момент, когда все-таки стали появляться так или иначе, не знаю, верим мы в вакцину, не верим, во что мы вообще верим, ну, стали появляться вакцины, люди стали вроде как вакцинироваться так или иначе и так далее. Но как-то все-таки стало понятно, что это не какие-то сильные вот эти вот какие-то, значит, какое-то наказание или еще что-то и так далее, вроде это вопрос. Мы понимаем, что вот первый и второй – это как бы уровень-то медицинский, ну, там и экономика политический, социальный какой-то, вот такой уровень. Мы понимаем, что тогда, когда уже люди вакцинируются, вроде как-то это идет на уровень, ну, вроде мы возвращаемся все-таки в медицинскую более-менее какое-то русло такое, да, и последнее – это нормализация, ну, интегрировалась эта проблема в повседневную жизнь. Если сейчас проводить исследования, уже на самом деле как-то немножко так путих страх, да, ну, вдруг мы вспомним про то, что таких вирусов, которые сильно заразные и угрожают, и сильно, значит, смертоносные, таких пока нету. Почему? Потому что, ну, он же сам себя уничтожает, получается, да, а он должен передаваться, значит, он может быть сильно заразным, но контагиозным, да, но менее смертоносным, потому что иначе он сам себя уничтожит и все закончится, да. Вот такого рода схемы вроде нам давали в самом начале, но было очень сложно принять, потому что страшно очень было, да, вот какие-то такие вещи. И здесь вот напоминаю те самые два, значит, социокогнитивных процесса, о которых говорила выше, за что, значит, эти, как, как бы, в исследовании-то получается, и у нас некоторые аллюзии тоже получились, за что цепляется, да, это, значит, вот, значит, нам нужно же как-то назвать, да, мы можем говорить о том, что это грипп, окей, это одна история, это будет одна реакция, мы можем говорить о том, если мы скажем, что это испанка, вот тут будет другая реакция, да. Если мы будем говорить на уровне того, что это война, военное положение, мы боремся с невидимым врагом и так далее, это другая история, мы поставим блок-посты некоторые, у нас будет комендантский час, у нас будет проверка документов и так далее, соответствующими мерами, и это будет оправдано, потому что мы в такой логике, мы в логике такой метафор. Если мы будем говорить, что, значит, это все иностранцы и так далее, это от них некоторая опасность и прочее, ну, действительно, не пускать, если вирус, значит, словами, начало эпидемии, что вот он, значит, китайское происхождение имеет, он оттуда, он из Китая и так далее, значит, а у нас граница обширная с Китаем, да, значит, тогда мы туда, ну, смотрите, говорите, ах, вот это нам угроза и так далее. Если это биологическое оружие, вот это все серьезнее. И вы понимаете, да, вот эти все варианты, они были представлены в дискурсе, да, вот за что вот это вот цеплялось, да, нам же нужно поместить в контекст известных нам идей, вот цеплялось за вот такие вот разные возможности, да, вот такие были разные якоря. И теперь то, что касается, вот я вам говорила, что мы будем объективировать, чтобы это абстрактно делать в конкретном, существующем, значит, в физическом мире герои. Дискурса героев, несомненно, был о врачах, которые нам показывали там в коммунарке, соответственно, люди, которые там смены выдерживали, они в этих там комбинезонах рассказывали о своих там переживаниях, как они там устают и так далее, и так далее. В общем, это все было про ученых, тоже это некоторые герои. Злодеи – это, ну, журналисты и богатые, да, как варианты, потому что эти люди вроде распространяют какую-то ту или не ту информацию, а богатые – это люди, у которых как бы записная книжка, где разные там телефонные контакты, самая толстая, потому что у них очень много контактов, да, а значит, они потенциально где-то там, значит, бывают, имеют эти контакты, нам нельзя, а они, значит, там общаются, и вот, по сути, распространяют эти заболевания, вирус разносит. И, соответственно, следующая категория, да, которая, ну, как бы объективировалась вполне себе, это люди 65+, да, вроде как у них там больше, да, если вы помните, если помните Испанку, там немножко по-другому было, там молодые умирали, а люди более старшего возраста, они как-то, в общем, на самом деле смогли пережить эту эпидемию, а в случае ковида было немножко по-другому. И жертвы – это другие страны, когда нам показывали Индию, когда там очередная, значит, волна, и как всё, значит, печально всё выглядит и так далее. Вот у нас есть всегда некоторая точка сравнения. Дальше, наверное, если попытаться, ну, как это, потенциал этот обозначить и на этом завершать коммуникацию, это очень важная идея, которая, ну, в принципе, я с этого начала, что нам кажется ошибочным, что все проблемы наши от незнания, что человек нужно только прочитать какую-то, значит, там, лекцию прочитать или сказать, книжку такую прочитать, и дальше он изменится. Вообще, на самом деле, человек понимает профилактическую информацию, и вообще не только, ну, нам здесь нужно про профилактическую информацию, через линзы, через фильтры социальных представлений. И когда мы говорим про теорию социальных представлений, мы говорим, что социальные представления – это некоторые линзы, с одной стороны, через которые мы смотрим на мир, и это наш некоторый компас, который позволяет нам действовать или бездействовать. Да, мы вот идем по этому компасу, который нас куда-то там ведет. И в этом плане вот это же человек вырабатывает, да, участвует в коммуникациях по выработке социальных представлений, для того, чтобы это явление то или иное, которое возникло, новое, которое пугает, которое угрожает, которое, ну, в повседневной жизни явно мешает. Почему? Потому что я не могу выйти из дома, потому что отойти от дома в ситуации осады, не могу дальше, чем там, значит, на какой-то… Дальше, чем дойти, значит, мусор вынести, да, и все, и сижу. В общем, если возможность мусор выкинуть на лестничной площадке, уже никуда не пойду, да, а продукты мне доставка доставит. Вот, сижу, явно это вносит какую-то… Я задумываюсь о том, что же я так плохо живу, что сижу, да, значит, что же такое с нами происходит. Вот, дальше, соответственно, социальные представления, и выше я вам по функциям сказала, они связаны с поведением, и они оправдывают социальные практики в области здоровья. Соответственно, в ситуации взаимодействия врач-пациент, врач говорит на уровне медицинского знания, а пациент его слышит на уровне социальных представлений, коммуникация затрудняется. И, в общем-то, третий, наверное, момент, и на этом заканчиваю, то, что вот нам, специалистов в области здравоохранения, нам как бы нужно не то, что сказать, они не знают, нет, они очень много знают, они спасают нам жизнь, но им нужно, они даже не подозревают об этом, рассказать о том, что их пациенты слышат их на уровне социальных представлений, а не на уровне медицинского вот этого вот знания научного, потому что многочисленные интерпретации, вот эта вот попытка консексуализировать это знание, потому что ничего не понимаю, что про какие-то у меня там молекулы рассказываете на пальцах мне. Вот когда мы на пальцах, вот это и есть про порождение социальных представлений. Ну, в общем-то, на этом всё. Спасибо за внимание и буду рада услышать ваши вопросы, ваши комментарии, ваши реплики, любые реакции. Спасибо большое, Инна Борисовна, очень интересно было выслушать ваш доклад. И хотелось бы спросить, задать вопрос, связанный с психологией запугивания. У меня была проведена целая кампания по борьбе с курением, ну и, соответственно, на пачках сигарет, графические элементы. Насколько это оправдано и есть ли какие-то данные о том, что об эффективности вот этой конкретной меры? Ну, у меня, я не проводила такого исследования, мы только со студентами пытаемся моделировать какие-то вещи и понимать. Я не знаю, насколько достойна, что я отвечу тем самым анекдотом, когда молодой человек приходит покупать сигареты, ему дают, а там написано, что курение ведёт компетенции. Он говорит, нет, дайте мне, пожалуйста, где там крак у лёгких. Вот, но он при этом покупает сигареты и спокойно их потом курит. Вот, стратегия запугивания, если идти через логику психологии здоровья, натыкается на большое количество, потому что мне страшно. А раз мне страшно, я должен с этим что-то сделать. Человек не бросит свою социальную практику, которая вырабатывалась годами, вот так вот вечером узнал, с утра изменился. Да, такого не происходит. Ну, значит, он простроит ещё какие-то дополнительные барьеры для того, чтобы сказать, ну, мы же помним про когнитивный диссонанс, про эту, значит, теоретическую конструкцию, которую Фестингер предложил нам в своей работе в 57-м году, да, при этом это был страшный заядлый курильщик, который всю жизнь, значит, сам с собой боролся этим когнитивным диссонансом. У меня не было в этой презентации, есть, безусловно, другие теории, да, тот же самый когнитивный диссонанс, но человек себе эти элементы, которые есть между тем, что, да, там, я курю, курение опасно, да, и, значит, он явно испытывает диссонанс, с этим диссонансом нужно справиться. Он будет добавлять какую-то информацию, чтобы эти элементы пришли в консонанс. То есть в этом плане как раз в психологической реальности очень много фактов, контр некоторых аргументов, да, фактов, которые говорят про то, что это не работает, и можно использовать разные, соответственно, объяснительные схемы для того, чтобы сказать, это не работает потому что, да, человек будет противостоять этому, у него есть идентичность, если хотите, через признание того, что говорила, идентичность как курильщика, и он этой идентичностью защитится. Это люди, которые, кстати говоря, про курение. Было у нас давно исследование, в нулевых годах, когда мы студентом, это было в рамках социальных представлений, мы студентам вначале задавали вопрос, курите ли вы, да или нет? И было несколько респондентов, которые меня очень веселили тем, что они говорили, а, да, ответ был такой, курите ли вы, да или нет? И были несколько респондентов, которые пришли и сказали, вот на этот вопрос мы не можем ответить. Мы удивились. Подождите, как вы не можете ответить? Вы знаете, курите вы или нет? Говорят, а мы покуриваем. Вот это то самое. Понимаете, у них нет идентичности курильщиков. И вроде они знают, им пока сложно когнитивный диссонанс разрешить. И вот отсутствие этой идентичности, им нечего защититься. А курильщик защитится. Вы будете штрафовать меня в транспорте в общество, а я буду курить не одну сигарету, а еще несколько. Потому что вы хотите на меня повлиять. И как раз область курения, как показывает, ну так, я не знаю, мировой опыт, если хотите, эти запреты, это значит, что мы не можем никак договориться с человеком. Повышение стоимости сигарет, оно ведет только к тому, что люди находят какие-то другие пути, где можно раздобыть, но еще не бросили курить. И у нас упали покупки сигарет после того, как стали клеить какие-то страшные совершенно изображения. Нужно посмотреть по доходу, который эта сфера получает от продажи сигарет. Поэтому вот тут скорее так. Но теоретически могу сказать, почему не работает. Через когнитивный диссонанс, через идентичность, которую курильщик защищает, потому что он найдет много аргументов, через социальные представления, через то, что это очень, допустим, интенсивные воздействия, когда людей водят, когда подростков водят, там школьников водят в морг и показывают легкие курильщика, это такой страх, что человеку очень сложно оставаться в рамках когнитивных каких-то вещей, он в рамках аффективных вещей. А это видение еще и отвращение вызывает. И проще от этого закрыться и вообще не думать, что называется. Поэтому тут цифрами не скажу, но теоретически могу объяснить с точки зрения различных конструктов. Я бы так ответила. Можно еще спросить, можно вот эти графические элементы рассматривать как попытку якорения сверху, то есть объективацию того, что происходит с курильщиком и, соответственно, какие-то возникновения образных каких-то вещей, что попытка повлиять на тех, кто собирается или курит. Ну, тут, то есть, это можно, наверное, для того, чтобы показать, что... А вот курение, оно вот, и объективировать с помощью того, что курение – это вот эти, значит, легкие курильщики, которые там загрязнены, которые из розовых, которые у него должны бы быть. Ну да, есть экологические всякие факторы, но курение – это очень важный, очень серьезный фактор с точки зрения, конечно, разрушения организма и так далее. Но это, наверное, не очень удачный способ визуализации в силу того, чтобы человек не бросает, увидев это, не бросает, значит, ошиблись. Значит, не работает, да. Да, но объяснить это можно, как мы показываем, а вот оно, вот курение – это вот это. Но он, если бы человек увидел и как бы тут же перестал, но такого не бывает. Более того, скажу, есть люди, которые употребляют психоактивные вещества. Рядом в тусовке люди от передозировок умирают. Это очень страшно. И что, это на кого-то действует? То есть это должно быть внутреннее якорение, чтобы это заработало, да, чтобы какие-то те образы, те ассоциации, которые возникают у самого человека, и которые он порождает, испытывая какой-то определенный опыт, да. И это не работает. Если про теорию говорить, я бы сказала так, что, в принципе, курильщики – это очень вредная категория, потому что они же, это все время там дискурс о том, что общество хочет повлиять, значит, и стереотип негативный, а мы будем еще больше курить, потому что вы нас там вон куда загоняете и так далее. И в этом плане есть еще одна модель, которая про влияние, про социальное влияние, да, когда курильщикам дают результаты, ну, псевдоисследования, конечно же, говорят о том, что… Вначале им говорят, пожалуйста, укажите причины, по которым вы курите. И, в принципе, человек называет две-три причины. Их больше нет. Да, там, на работе у меня очень… Нам в свое время говорили, потому что меня поразило, представители здравоохранения, да, там, хирургическая медсестра, она говорит, ой, вот эта возможность курить, я выхожу на улицу, возможность перестать работать, если нет, я все время работаю. Подождите, ну, это, кажется, ваша специальность, вы же должны людей спасать, я не знаю, с какой интенсивностью, ну, и так далее, и так далее. Вот это вот немножко резонуло, так плохо. Но, там, общение, и еще говорят о том, что мне там нужно сосредоточиться, какие-то, значит, там, физиологические а-ля вещи. Вот опросили курильщиков, они указали эти причины, им сказали, что у нас есть результаты, на самом деле, очень масштабного исследования, по которым мы получили такой факт, что у настоящего курильщика 10-15 причин курения. И человек, который курит, человек, которому казалось бы, что знает, зачем он курит, он вдруг начинает думать о том, что, подождите, значит, как будто бы мне недостаточно причины. Получается, у меня есть деятельность, которая, ну, как бы, не имеет достаточного оправдания. Есть социальная практика, которая не имеет достаточного оправдания. И в этом плане человек начинает вдруг задумываться, искать. А мы у него спровоцировали социально-когнитивный конфликт. То есть в некотором смысле мы им немножко помогли, потому что если курильщики, они все время дискурс такой ведут о том, что я сам начал курить, значит, сам брошу. На самом деле ничего подобного. Он не сам начал курить. Ему это показали. Это социальная практика, которая через влияние. Потому что друзья курили. Потому что через курение я могу пойти в курилку или, не знаю, во двор и тусоваться. Значит, меня примут, я попрошу закурить и так далее. Я буду принадлежать. Это кажется человеку, что я сам на самом деле под влиянием. А уж не говоря о кинематографе, о разных передачах и так далее, где показывают, как, значит, курят и так далее. Вот это вот в позитивном некотором варианте позиционируется. И в этом плане, как он не сам начал курить, он не сам бросит. Его нужно подтолкнуть к этому. Но подтолкнуть, не договариваясь с ним в некотором смысле. Потому что если договариваться с ним, он будет сопротивляться и говорить, значит, сам, я сам. И в этом плане, спровоцировав у него социальный когнитивный конфликт, вот тут вот мы ему немножко помогаем. Я не случайно вначале сказала, что вот в области здоровья, вот все то, что касается примитивных программ, оно, к сожалению, не по добру, по здоровью. Человек не сам приходит и говорит, все, сдаюсь, значит, вот это вот. Мы его должны заставить, к сожалению. И это не я говорю, это я транслирую из литературы. Человек, к сожалению, действует иррационально, когда у него есть клубная карточка, чтобы ходить там фитнесом, заниматься, он туда не ходит. Какой? Он иногда, это не просто ему компания его заплатила, а он сам ее купил и не ходит. Какой интересный у нас человек. А что же он не ходит туда? А вот потому, что он думает, что карточка, это уже практически хожу. И вот, и мне уже действий не нужно. Ну, вот такое. Я бы так ответила. Спасибо большое. Давайте посмотрим, может быть, кто-нибудь у нас захочет задать вопрос. Поэтому есть волшебная кнопка выйти в эфир. Можно выйти в эфир и задать вопрос, прокомментировать. Будем рады, если вы проявите активность, коллеги. Можно пока я задам вопрос? Да, Евгения Борисовна, пожалуйста. Вот я прочитала статьи про то, как дети понимают здоровье и болезнь. Ваши исследования. И получается, что даже дети информированы по поводу профилактики, что там нужно заниматься спортом, зарядкой. Даже я удивилась, откуда современные дети знают про закаливание. Мне казалось, это уже такая тема непопулярная. Ну, то есть, как бы понимание есть, что надо профилактику какую-то проводить. А подростки, получается, вообще осознают это еще больше, что здоровье зависит от собственных усилий. Но при этом, реально занимаются ли они профилактикой, спортом, зарядкой, правильное питание? Я думаю, что нет. Обычно же говорят, что-то там подростки фастфуд едят все время тут все. За компьютером сидят. Но при этом, скорее всего, вот к больным сверстникам будет же стигматизация. То есть, у них нет понимания, что и я так веду себя неправильно, и мой сверстник ведет себя неправильно. Но вот ему не повезло, он заболел, а мне повезло, я не заболел. Наверное, это не складывается вот одно с другим. Спасибо за хитрый вопрос. Постараюсь, значит, объяснить. В этой статье нас очень интересовало, действительно, сравнение между детьми. Это восьмилетние были, когортное было исследование, там все были восьмилетние школьники, второй класс, и были 13-летние подростки. Соответственно, мне кажется, это седьмой класс, если я не ошибаюсь сейчас. Опять же, когортное исследование исключительно одного возраста для того, чтобы посмотреть, вот как они себе видят здоровье, как они понимают, какие у них есть практики и так далее. В этом плане было очень интересно. Этот маленький фрагмент исследований был больше, но там по определенным причинам, да, там как-то не сложилось его продолжить, хотя у нас с Николаем Викторовичем коллегами с российской стороны все данные, которые касаются лонгитюдного исследования, все у нас, значит, есть. Ну, вот не сложилось, там какие-то были некоторые сложности для последующих работ. И в этом плане вот у детей я бы объяснила то, что они нам говорят, это по сути как высшие психические функции. Они используют знания, которые им взрослые дают, то есть они сами еще не очень понимают про здоровье, но у них есть вот эти вот коммуникации от взрослых, и это выражалось вот именно в этих вот фразах, которые они нам в ассоциативной методике давали, что нужно то, нужно закаливаться, нужно, значит, еще там. Вот это долженствование, нормативность, которая, конечно же, транслируется от взрослых. Подростки в этом плане уже с точки зрения сформированности представлений, и которые уже, в общем-то, скорее формируются вот прям как в теории написано, да, в отечественной психологии вроде понимается, что социальные представления это социальное мышление личности, в Москве Си ничего такого нет, да, в Москве Си как раз говорит о том, что это вот эти вот, это универсомнение, которое различается в той или иной группе, и в этом плане в подростковой среде явно обсуждается проблема здоровья, вот это уже есть, дальше нас уже со спортом связывается так или иначе, потому что там какими-то вещами, наверное, с нормативными вещами, потому что область здоровья, она очень нормативная, в том плане, что люди знают, что такое хорошее здоровье, что там что нужно делать и так далее, при этом оно отвязано, значит, от их реальной практики, и здесь это еще одно направление, потому что люди знают, как делать, а при этом не делают, и тут когнитивные диссонансы явно как-то разрешаются через социальные представления, скажем так, кто ли артикулируется с проблемой социальных представлений. И в этом плане, конечно же, если бы мы думали, что подростки были бы какими-нибудь логичными, какими-то у них были бы какие-то построения и так далее, ну и выше я говорила о том, что нету правильных представлений, да, вот они представления такие, как нам удобный, и представления могут быть, содержать противоречащие друг другу элементы, они могут быть, некоторые конструкции, которые нам хотелось бы, что она складывалась, и одно вытекало из другого, были причинно-следственные отношения, а там могут быть, вот некоторые думают так, а при этом делают каким-то другим образом, но себе, значит, это как-то там оправдывают и так далее. И в этом плане вы верно подметили, что подростки – это, скорее всего, наверное, та возрастная категория, хотя сейчас нам нужно смотреть шире, да, как детей там родители кормят, которые в плане такого вот питания, да, там неправильного, фастфуд или еще что-то, или там большие паузы между приемом пищи, или там еще что-то какие-то, если мы в обратную сторону будем говорить, да, там проблема, значит, это у нас было в исследовании, да, то, что, потому что там вздался вопрос, например, о том, какой рост и вес, если второклассники просто не знают, кто-то там писал, что весит 100 килограмм, что там один метр роста, ну, вы представляете, что такое, один метр роста 8 лет и 100 килограмм, такого же не бывали, да, мы таких не видели детей, там дети просто не понимают, у них еще вот как бы там все эти, значит, категории еще не сформировались, то в подростковой среде очень многие, в особенности девушки, пытались, ну, как бы эту информацию не указать, потому что это болезненный вопрос, это вопрос как раз внешнего, того, как смотрится внешнего вида, и это, соответственно, проблемное поведение, проблемное пищевое поведение, это другой вопрос, который там, безусловно, всплывает, и он как бы затрагивается, и через логику социальных представлений мы можем туда подойти, потому что явно, скажем так, исследование более обширное, объемное, чем только то, что было представлено в этой одной статье, потому что, ну, мы оперировали тысячной выборкой на первом этапе, хотя не все вошло в выборку, потому что мы сделали действительно когортные исследования, откинули всех тех, кто не 8 лет, и те, кто не 13 лет, но у нас была достаточно большая база для того, чтобы смотреть, как дети видят здоровье, как они его понимают, и как подростки, если дети, они находятся, ну, как бы, все-таки под влиянием родителям в том плане, что, ну, родители их кормят все-таки 8 лет, ребенок не приходит сам, там, начинается суп варить, там, не знаю, котлеты жарить и так далее, то подростки, они в этом плане более автономные, да, они сами принимают некоторые решения, и в этом смысле было достаточно любопытно, что детский рисунок, значит, здорового и больного, ну, такой очень наивный, если хотите, и подростковый рисунок, он отличается, и более того, в подростковом возрасте есть гендерный аспект в том смысле, что, там, девушки рисуют здоровую девушку, там, она должна быть в тонкой талии, то есть уже все прорисовывают, есть некоторые соображения относительно того, как это выглядит, там, молодые люди рисуют, ну, так, очень это все классически, но, тем не менее, это бросается в глаза, этого нет в 8-летнем возрасте, нет еще этого разделения, что девушка должна быть, когда они рисуют, как дети рисуют, да, они поэтому рисуют каких-то принцесс, там, непонятно, еще там что-то, вот, и так далее, вот, то есть в этом плане это любопытная вещь, и подростковые представления, которые уже, собственно, групповые представления, как в теории написано, это туда идет обсуждение, и они знают, что нормативное, они знают, что хорошо, что плохо, да, то представление детский, это скорее, вот, не случайно здесь затронуло идею высших психических функций, потому что, ну, с нашей точки зрения, мы тут разошлись с французскими коллегами, они себе видят, что социальные представления формируются в логике Пиаже, а мы таки все-таки понимаем, что ту же самую конфигурацию имеют социальные представления, что и высшая психическая функция, да, и вот эти все вещи, которые нам известны, да, из того великого инструмента поставленного Леонтьева в рамках теории Выгодского опубликованного в 1931 году, да, это потом как бы воспроизведено уже в современной некоторой реальности коллегами, вот мы скорее в такой логике это видим, да, что у детей, вот этих восьмилетних, у них это представление, которые, это порожденные не в их группе, едва ли они обсуждают в классе здоровье, это скорее порожденные в коммуникации со взрослыми, и порожденные в коммуникации как некоторые долженствования, делай то, делай сё, значит, надень шапку, доешь суп, и так далее, и так далее, вот они и сформулированы именно так, как вот это вот нужно что-то делать, а в подростковой среде уже, уже немножко другая сторона. Я бы так ответила на вашу вопрос. А можно еще, тоже вопрос, наверное, по этой статье, хотелось уточнить, не было ли попытки посмотреть, как трансформируются вот эти вот понятия, то есть провести некоторое лонгитюдное исследование, которое позволяет посмотреть, как меняется представление ребенка при переходе на разных этапах? Глобально именно в этом и заключалась задача, потому что по плану у нас был лонгитюд, это было кросс-культурное, сравнительное, когортное и лонгитюдное. Кросс-культурное мы сравнивали, соответственно, российских детей и подростков с французскими, сравнительное мы сравнивали два возраста, соответственно, ребенок и подросток, оно было когортное, потому что дети были и подростки все время только одной взрастной группы, вот им вначале было 8, потом стало 9, и, соответственно, 13 и 14, и лонгитюдное мы через год вернулись в школу и опросили детей. Но разница-то была, с точки зрения того, что в разных культурах разные вещи, сравнительная была разница между тем, как видели, понятное дело, как раз об этом говорила, дети и как подростки, сравнительно давала эту разницу от каких-то, в общем-то, мы видим автономность некоторую у подростков, которые не было у детей, у детей скорее, это как раз и очень важный вопрос, поднимается с точки зрения теории социальных представлений, как формируются представления, в каком возрасте они формируются, это вообще открытые в некотором вопросе, там начинают к юридическим категориям каким-то апеллировать, подождите, нам сути вещей не объясняет, но явно то, что мы видим, это разделенное знание между ребенком и взрослым, то, о чем говорят восьмилетние дети. И то, что касается лонгитюда, ну, в общем, тут вот не можем мы все раскрыть с точки зрения того, потому что немножко пробуксовала французская сторона, ну, независимые есть некоторые причины, у нас мы сделали, как бы данные собрали, а потом вот как-то так и точку поставили, да, смогли обработать то, на что у нас было право с точки зрения наших прав, как соучастников этого процесса. Но я бы сказала, что есть исследование, оно очень редкое исследование в плане того, что, потому что мониторию сферу формирования представлений у детей, именно потому что очень интересно, когда и как вот этот процесс, правда, интересный, и через призму теории социальных представлений, есть работа Мещерякова, если я не ошибаюсь, фамилия Казанцева, два автора, вот, к сожалению, Мещерякова, значит, уже больше нет, они опрашивали детей, хотя они немножко позиционируют по-другому, они опрашивали детей первого и третьего класса, вот у них был такой лонгитюд, у них была небольшая беседа там относительно здоровья и болезни, и результат, который очень интересный, заключается в том, хотя у них, понятно, у них очень маленькая выборка, там еще, как всегда, в лонгитюде есть люди, которые, значит, там выпадают из выборку, как бы очень сложно набрать, потому что, да, такие подвижки происходят, да, и, значит, выпадают у нас на втором этапе дети и вообще любые респонденты, и они как раз показали, что вот представление о болезни, и в первом классе уже есть, представление о здоровье нет, это более сложная конструкция, это более сложная категория, а в третьем классе уже есть и про здоровье, и про болезнь. Я боюсь, что в нашем случае для восьмилеток, для второклассников, это был очень маленький промежуток для того, чтобы год, это очень, как бы, большая абстракция. Было бы, конечно же, интереснее смотреть детей во втором классе, и потом этих же самых детей, тогда, когда они дошли до седьмого класса. Но вообще формат, тот, который мы имели, он был заточен только на один год, и вот эта вот попытка увидеть эту подвижку, которая не просто формальна, а которая осмысленна и теоретически как-то можно было бы объяснить, к сожалению, вот такой подвижки мы не получили. Да, там есть некоторая разница, но нет этого сдвига, который в работе Мечерякова есть и который объясняется, потому что на самом деле концептуальный аппарат развивается, с мышлением явно происходят некоторые изменения, и поэтому уже как в третьем классе уже дети видят и так далее. Но вот мы, к сожалению, такого эффекта не получили, и это можно было только мечтать, чтобы этих детей, которых мы в 16-м году исследовали во втором классе, чтобы, соответственно, пять лет спустя вернуться к ним и увидеть их подростками и, соответственно, сделать этот замер. Это очень интересная идея, которую вы предложили, но, к сожалению, такого у нас не было. У нас только был через год, и там, скажем так, эффекты очень сильные. Разницы практически не было. Ну, то есть они какие-то есть с точки зрения структуры, но о чем это нам говорит? Ребенок от 8 до 9 еще... Его нужно было раньше брать, его нужно было в первом классе брать. Ну, вот, и делать в логике Мечерякова. Мечеряков, я так поясню, для нашей публики, это Борис Гурьевич, доктор психологических наук. К сожалению, да, действительно, его уже нет с нами, но его работы остались, поэтому вы можете с ними ознакомиться. Это очень хорошая работа, вот, те, кто интересуется детьми, это очень хорошая работа, в том смысле, что, ну, просто вот, все объяснено и все показано, и таких работ действительно мало. И мы когда искали, на самом деле, масштабно по литературе, англоязычной и франкофонной, все то, что могли найти по детям, очень мало мы нашли работ вообще, и работ такого уровня, практически я не могу вам предложить аналогов. Именно по здоровью. Я в чате скинула ссылку на эту работу «Казанская Мещеряков. Концептуальные изменения в представлениях о здоровье и болезни». Спасибо большое. Это действительно очень такой ценный труд, коллег. Хотя и на очень маленькой выборке, но там очень ценные идеи. Ну, наверное, опять мы попробуем раскачать нашу аудиторию. Коллеги, пожалуйста, есть возможность уникальная задать вопрос Инне Борисовне. И прошу вас этой возможностью воспользоваться. Кнопка «Выйти в эфир». Так, ну я так понимаю, пока не хотят, к сожалению. Инна Борисовна, тогда, наверное, мы будем заканчивать. Спасибо большое. Спасибо вам за приглашение и за возможность на самом деле поделиться некоторыми соображениями и наработками. Я надеюсь, что для нашей публики тоже было это полезно. Поэтому спасибо всем. Ну и до новых встреч. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо. Все говорят спасибо. Было очень полезно. Но вопросы задавать не хотят. Ну, может быть, осознание придет позже. Оно не произошло в форме инсайта. Такое тоже вполне себе возможно и допускается. Ну, спасибо большое. Спасибо. Всего доброго. До свидания. До свидания. Мы сделаем рассылку с видеозаписью. Возможно, если у кого-то появятся вопросы, можете в ответном письме задавать, а я передам и не борюсь. Да, есть. Я готова ответить адресно. Есть. Всего доброго. До свидания. До свидания.